здравствуйте дорогие друзья с вами наталья и канал садовые фантазии сегодня речь в видео пойдет о переделках в саду и я забралась повыше чтобы показать вам общий план вот этого места эта часть сада была сделана самой первой когда еще не было у меня никаких знаний о том как правильно создавать сад и спустя какое-то время я поняла что здесь огромное количество растений но не хватает плоскости за которую цепляется взгляд и успокаивается для меня этой плоскостью теперь станет газон но сейчас я предлагаю спуститься вниз посмотреть поподробнее от каких растений я избавилась в кавычках и что же здесь будет в дальнейшем ну вот друзья вот такую вот площадь я освободила здесь около пяти квадратных метров то что мне здесь не хватает плоскости я поняла уже довольно таки давно и зимой крутила вертела план чтобы понять как здесь что-то переделать в чем сложность сложность в том что уже существуют дорожки скажите ну и же тоже можно переделать друзья переделывать дорожки очень сложно поэтому я вот такой вот пытаюсь малой кровью исправить свои ошибки не разбирая существующие дорожки и вот здесь вот у меня нарисовалась вот такая вот площадка что с ней можно было в принципе сделать с этой площадью меня сразу появилась идея сделать здесь газон потом я пообщалась с подругой тоже выпускницы школы сад по-новому лены дмитриевой и она предложила сделать мне площадку идея очень хорошая но в общем дело закончилось тем что площадку мы сейчас просто не осилим делать может этим заниматься некогда нанимать кого-то я тоже в общем не могу поэтому мы решили остановиться пока что на газоне он просуществует здесь я думаю какое-то время и я решил удобно мне здесь пользоваться вот этим газоном ухаживать за ним если это будет не так то площадку всегда в общем-то сделать будет не поздно а вот разобрать площадку кстати да это уже гораздо сложнее так что начнем с газона газон у нас здесь будет синий вот в общем то мы его уже посеяли и вот ведь он будет существовать вот в таком вот прямоугольнички там вот под форзицы это я просто сделала кладку ну просто такую временную кладку из песчаника чтобы поддержать вот эту вот идею окантовки газона получился вот такой вот прямоугольный газончик и такой вот прямоугольничек из песчаника газон мы уже посеяли что осталось нам еще сделать хорошенечко пролить и поскольку мы уезжаем мы сейчас его накроем белым спамбондом совсем совсем небольшой плотности для чего для того чтобы сохранить влагу и для того чтобы сюда сверху не населись семена сорняков теперь про растение растение действительно отсюда уже ушло много во-первых я пересадила отсюда ирисы они очень красиво цветут в мае но потом листва их буре и ты в общем имеет очень некрасивый вид также ушли отсюда клематис и саженцы княжика вилли пока что они перекочевали в контейнеры в общем то я даже не знаю что с ними делать если вдруг кто-то захочет забрать в добрые руки по закупочной цене то пишите буду рада вам их предложить еще здесь у меня русску старник барбарис давайте покажу вам он уже пересажен и как он выглядит после пересадки мы сейчас увидим барбарис переехал к барбарисом и вот здесь у меня высажены два барбариса green carpet ну и 3 вот сюда добавился в композицию вдоль дорожки высаживать барбарисы не очень удобно потому что они цепляются смотрите вот так сейчас он выглядит после пересадки немножко подвял пожелтел но в целом в принципе я думаю что будет жив и здоров а возвращаясь к барбарисом вдоль дорожки в чем неудобство вот цепляются и и постоянно общем-то секатором и подрезаю чтобы никто просто не укололся не зацепился не порвал одежду ну в общем все такое прочее барбариса и конечно очень люблю но то что вот они такие колючие это их очень большой минус теперь про ирисы ирисов было так много что в общем я их раздала по соседям но себе я тоже решила все таки ириса сохранить уж больно красиво они цветут в мае в общем что я сделала не знаю насколько хорошо вам видно но друзья я ириса спрятала вот здесь у меня на переднем плане сформируется постепенно живая изгородь из кизильник она будет повыше и с одной стороны получается изгородь будет прикрывать отцветшие из ирисы а с другой стороны будет закрывать гортензия в то время когда цветут ирисы гортензия она же очень крошечная после обрезки весной это она потом уже наращивает свою массу ну вот а пока она будет наращивать эту самую массу здесь будут очень красиво цвести перед ней входной зоне ирисы и еще друзья ушел отсюда стахис или овечьи ушки мой младший сын очень любит это растение она правда очень приятная на ощупь ну и в общем внешний вид тоже у него очень очень симпатичный не выбрасывала тоже все пересадила разделила и как только я закончу делать бордюрную линию у своего природного цветника я обязательно покажу вам его именно туда переехал стахис и в общем вы все увидите своими глазами еще спрашивали у меня про ванилу это ванил или не ванила друзья ну вот она смотрите как сейчас она стала выглядеть конечно же этого него в кадре вот она уже розовеет в этом году чего-то ей не хватило я так думаю что это влаги конечно же поэтому она немножко странная но это ванила и еще просили меня показать парадный цветник вот здесь вот перед домом в общем там ничего интересного но просьба ваша выполняю а пока идем к парадному цветнику посмотрите как красиво сейчас выглядит гортензия литл лайм очень симпатичная к сожалению в этом году не удалось мне ее еще дополнительно размножить следующем году теперь буду обязательно пробовать так и еще хочу сказать друзья что все ваши вопросы у меня записаны я обо всех вопросах помню буду постепенно вам снимать видеоролики на все ваши вопросы сейчас как раз заканчивается уже горячая пора всяких посадок пересадок работа в огороде так что друзья я обязательно сниму на все предложенные вами темы ролики мы все с вами посмотрим и все обсудим в том числе череночник так ну и вот так вот сейчас выглядит парадная часть парадная клумба перед домом в общем на самом деле здесь ничего интересного потому что растение которые декоративны в июне уже давным-давно цвели это манжетка это шалфеи и сейчас здесь в общем то привлекают наше внимание хиноцея некоторые розы цветовое пятно еще дают дополнительно барбарисы вот розы да какие-то цвели буки парфе отцвела уже пьяно как-то так то цветет то не цветет очень красиво сейчас смотрится вербен банарская просто шикарное растение ой не знаю что мне придумать как мне и дальше сохранить говорят что она легко черенкуется ну в общем надо попробовать вчера смотрела видео оксана пискарева рассказывала что она легко черенкуется и маточник можно сохранить до зимы в домашних условиях ну не знаю можно попробовать если у вас подобный опыт есть пишите в комментариях ну и очень красиво и сейчас анжела очень красивая по цветовой гамме вторит ей лес квадро сезонс и вот такая красавица анжела в общем вербена барбарисы и розы и эта часть цветник цветник этот большой а над ним тоже стоит еще работать тоже его ждут в общем-то большие переделки но пока еще руки до него не добрались так что все впереди все друзья на этом я собственно заканчиваю всех благодарю за внимание всем спасибо и всем пока пока